Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Антонио Полайола «Геркулес и Гидро» 1460 год. Дерево темпера 17х12 на маленькой по размерам картине Антонио Полайола флорентийского живописца эпохи Квартаченко. Изображен один из подвигов древнегреческого героя Геракла или Геркулеса. Вторая дощечка с композиции на тему этого мифа тоже находится в музее. Исследователи предполагают, что обе работы являются эскизами к большим картинам, которые заказал художник Пьера Медичи или же их увенешенным копиям. Но они могут быть и самостоятельными произведениями, и тогда тем более нужно отметить, что художник сумел наделить столь малое изображение монументальностью. В качестве сюжета мастер взял ту часть мифа о Геракле, в которой он сражается с Лернейской гидрой, гигантской змеей, имевшей множество голов и одну из них бессмертную. В напряжении битвы художник передает, изображая вздувшиеся мускулы героя и отчаянное выражение лица. Работа полна движения, сила и мощь Геракла, подчеркнуты расположенным далеко внизу пейзажем и тем, что главный персонаж помещен на фоне неба. Но в то же время жирописец явно был увлечен красивыми и упругими линиями драпировок змеиного тела, пьющиеся ленты реки, которые создают в произведении сложный узор. Вот такое описание к работе Геркулеса Гидра Антонио Палайола я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира. Субтитры создавал DimaTorzok